Проблема подростковых суицидов в России набирает обороты. За минувший год с собой покончили более 700 ребят. Они могли стать учителями или врачами, примерными родителями или художниками, но вместо этого свели счеты с жизнью. О том, что ими двигало, и о том, как можно предотвратить самоубийство, в специальном репортаже Ульяновской правды. 5 марта в рабочем поселке Корцун произошла трагедия. Молодая и красивая 16-летняя Аня из благополучной и обеспеченной семьи внезапно для всех совершила самоубийство. Девушку спасти не удалось. Почти сразу в средствах массовой информации всплыла фраза «Синий кит». Игра, которая, как оказалось, хорошо знакома студентам и школьникам. Услышала, что это игра смерти, и что детям, подросткам даются испытания какие-то. И последнее задание – это покончить жизнь самоубийством. Ну, я слышал, что «Синий кит» – это игра смерти. Ну, то есть, это игра для тех, кто хочет покончить жизнь самоубийством. Я не знаю, зачем они это делают. Это как-то неправильно, что ли. Конечно, слышала. Кстати, слышала я об этом еще до того, как это стало более массовым. Где-то, наверное, еще года три назад я об этом слышала. Ну, что я об этом слышала? Ну, ребята, в общем-то, они, не знаю, наверное, они отчаявшиеся, ищут какой-то поддержки и обращаются в эти группы. А потом они заканчивают жизнь самоубийством. Как ты сама относишься к этому явлению? Ну, конечно, негативно я к этому отношусь. Иначе, блин, жизнь, она дороже. Любая жизнь, она дорога. И окончать жизнь самоубийством – это не есть хорошо. Екатерина знает о «Синим ките» больше, чем другие. Однажды ей даже довелось спасти от самоубийства свою школьную подругу. Тревожным звоночком стал напульсник, скрывавший порезанные вены. Благо дело, что мы этого человека, ну, можно сказать, спасли. Мы смогли найти для него поддержку. Мы смогли его, как бы, перенаправить в другое русло. Он был студентом? Нет, это было, наверное, года два назад. Это, ну, девочка-школьница была. Как вы смогли его так-то перенаправить? Ну, мы стали замечать за ней некоторые странные вещи, что она, в принципе, стала как-то закрываться в себе. Это история со счастливым концом. Девочку приняли в компанию ее новые друзья. С играми было покончено. Другим повезло меньше. Для того, чтобы узнать, почему подростков, идущих на этот шаг, стало ощутимо больше, мы обратились к экспертам-психологам, ученым и духовным лицам. На сегодняшний день далеко не все подростки, даже попадая под воздействие, все-таки делают этот шаг. Понятное дело, что любые суициды, они будут делиться на группы, да, есть просто демонстративные варианты, есть просто несчастные случаи, когда ребенок не собирался этого делать, но что-то пошло не так, что-то вышло из-под его контроля. Но, тем не менее, сама по себе тенденция, ну, скажем так, вляпаться в это, она кодируется определенной психологией из поколения в поколение. Опять же, хочу быть правильно понятой. Это не значит, что все три поколения до этого хотели совершить суицид. Если мы говорим, опять же, о классической науке, то есть такой постулат решения против жизни. Ну, например, в психологических особенностях семьи есть такие поведенческие моменты, глаза бы мы тебя не видели, вот чтоб ты провалился. Ой, чем так жить, легче помереть. То есть это такие просто характерологические особенности, это случайные фразы, на которых взрослые люди даже не фиксируются, но они, тем не менее, имеют место быть. А потихонечку-потихонечку из поколения в поколение это растет как снежный ком, где уже у четвертого поколения не возникает, ну, скажем так, некого такого тормозного эффекта. То есть для ребенка уже, для ребенка-подростка как бы стирается грань, между тем можно это делать или нельзя. Поэтому это глобальная проблема, не только социальная, еще и внутрисемейная. И немаловажный фактор в этом, конечно же, играют провоцирующие факторы. Если мы говорим про появление групп смерти, ну, на мой взгляд, за их появлением однозначно стоят психически нездоровые люди. Значит ли это, что авторы групп смерти намеренно находят подростков, запрограммированных с детства на уход из жизни, и подталкивают их к этому решению? Или незримые конструкторы сами, жертвы суицидальных настроений, больные, несчастные люди? Кто стоит за синим китом? Это очень страшный человек. Скорее всего, по психологическому портрету, это человек очень тщеславный. Или группа тщеславных людей. С патологической жаждой признания и известности. Это человек очень неглупый и прекрасно понимающий последствия своих деяний. Поэтому свое взаимодействие с интернет-сообществом он строит так, чтобы его минимально можно было зацепить на нарушении закона. То есть прямое понуждение к самоубийству. Это человек или группа людей, которым, что самое страшное, очень нравится, что они делают. Понимаете? Потому что они настолько влюблены в свое дело, что они закрыли один контент, сделали другой аналогичным. Это же очень просто. И, скорее всего, эти люди обладают абсолютным, таким, знаете, гипертрофированным безразличием, как в другом мире. Совершенно наплевать на то, как их последствия, их действия, какие последствия вызовут. Потому что они не глупые. Скорее всего, тщеславие, эгоизм, какие-то внутренние комплексы или страхи просто затмевают им разум, и они делают то, что делают. Удивительно, но люди, которые описывают кураторов «Синего кита» в социальных сетях, говорят о том, что они – тонкие психологи, которые вроде пытаются помочь, но под помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию скрывается оружие массового поражения, направленное на самые незащищенные души. И законодательно привлечь их к ответственности пока нельзя. Или все-таки можно? В своем сексе о наших дальнейших действиях и оформировать то, что уже принял. Но вначале хотел бы еще раз обратить ваше внимание о том, что президент Российской Федерации, выступая вчера на коллегии МВД, достаточно жестко и очень понятно высказал свою позицию о том, что необходима действительно законодательная норма, которая будет расширять перечень действий, при которых должна наступать уголовная ответственность за доведение до суммы убийства. И он оставался в своей информации как раз на законах ракета, который внесла на вице-премьера, вице-питер, прошу прощения, Государственной Думы, Ирина Яромаев от фракции «Единая Россия» уголовная ответственность за склонение к суициду несовершеннолетних. Работа по противодействию деятельности групп смерти ведется уже сейчас. Официальные представители МВД России по Ульяновской области отметили, что по каждому поступившему сообщению в дежурной части органов внутренних дел области об участии несовершеннолетнего в выграх суицидальной направленности уже сейчас выезжает следственно-оперативная группа, собирает проверочный материал, который затем направляется в следственное управление с целью правовой проверки. Но для родителей это слабое утешение. Многие из них узнают о решении ребенка уйти из жизни уже после того, как он сделал роковой шаг. Так как распознать надвигающуюся катастрофу? Абсолютно точно есть предвестники и суицидального поведения. Во-первых, родитель абсолютно точно не может не заметить, когда у него пропал понимающий контакт с ребенком. То есть ребенок, допустим, после школы не делится с родителем какими-то своими переживаниями, какими-то своими событиями, происшествиями. То есть в идеале, когда на протяжении дня по мере тех событий, которые происходят в жизни ребенка, у него есть контакт с родителем и что-то проговаривается. Есть вариант, когда родителю кажется, что этот контакт устойчив, но там есть такой момент, такого, знаете, театрального проговаривания только того, что хочет слышать родитель. То есть ребенок, в общем-то, начинает подстраиваться, идет такое раздвоение, то есть появляется некая двойная жизнь. Я демонстрирую желаемое поведение и рассказываю родителю то, что мне нравится, то, что мне приятно, то, что мне хочется, ну, чтобы опять же получить одобрение. И при этом все негативные моменты, болевые моменты, они уходят, ну, как подводная река. То есть вот этот момент раздвоения, его тоже, в принципе, можно заметить. Почему? Ну, если твой ребенок рассказывает тебе только о том, что хорошо. Ну, мы же здравые люди, мы уже понимаем, что на протяжении дня могут быть и другие негативные эмоции. К десяти годам у нас уже сформирован эмоциональный интеллект, то есть ребенок вполне способен сказать, что, ты знаешь, вот здесь я огорчился. Я даже не просто огорчился, я почувствовал злость. Ну, как правило, подростки пользуются такими словами, меня это выбесило. То есть у них свой сленг. Родителю не стоит на него отвлекаться, потому что нужна, прежде всего, содержательная часть. И вот твой ребенок рассказывает тебе только о том, что хорошо. Уже подозрительный. Или ребеночек, в принципе, не делится какими-либо эмоциями, а рассказывает все только на событийном плане. Чувство, оно не может деться никуда. То есть если оно есть, оно должно быть куда-то выплеснуто. То есть если я его не проговорил с близким человеком, если я не открылся, если я не очистился от этого переживания, значит, я буду искать способ от этого переживания каким-то образом избавиться не совсем, наверное, корректный термин. То есть я буду искать способ как-то облегчить это состояние. А чем больше ребенок подвержен воздействию от этого накопленного состояния эмоций, тем большая вероятность, что его легко будет обмануть, ввести в заблуждение и сказать, что сделай вот так, тебе по-любому полегчает. Получается, ключевая проблема – это взаимоотношение между отцами и детьми. Отсутствие диалога приводит к накоплению проблем. Затем появляется вот такой вот куратор синего кита, и ребенок оказывается в суицидальных сетях. Очевидный способ защитить его – это начать слушать и прислушиваться к трудностям. Воспитывать в самом высоком смысле этого слова. Гад! Так издеваться! Так кровь бить из бабушки! Матери твоей всю жизнь толдычила! Учись, будь независимой! А если с этим не справляются родители, на помощь может прийти Вера. Здесь ключевой роль должны играть родители, как воспитатели этих подростков, общество, которое нас окружает. И, естественно, сегодняшняя основная проблема, откуда это возникает, это соцсети, интернет, которые, конечно, должны каталилиться как родителям, так и государством. На сегодняшний день, что можно отметить, что само убийство среди подростков в обязательном порядке, они должны как бы сокращаться или, по крайней мере, полностью выйти из общества посредством духовного воспитания. Основное понятие – это духовное воспитание, потому что человек, особенно в таком возрасте, когда он очень состоящийся личность, должен осознавать положение своей жизни, своей личности, беречь свою жизнь и понимать суть своего создания, суть своего проживания в этом обществе. Человек сам себя лишает возможности покаяния. То есть, если ты сам отказался от покаяния, от божественной вечности, то как можно тебя насильно спасти? Поэтому здесь нужно очень правильно понимать, что самоубийство – это тягчайший грех, именно как гордыня. Человек настолько пленяется своими проблемами, что просто отказывает себе помощи со стороны кого бы то ни было. Раскаяние приходит слишком поздно и принятого решения уже не отменить. Выживают единицы и последние минуты тех, кого не удается спасти, омрачаются щемящей болью от трагической ошибки. Человек может пройти через любые трудности, но смерть перечеркивает все. Андрей Творгов, Юрий Конихин, Данил Сурков. Новости Ульяновской правды.